ребята доброе утро добро пожаловать на канал мы с вами отправляемся командировку москву я буду там сниматься об шоу регины регион плюс один вот рассказывать про бизнес английский и так далее это вы увидите уже шоу эмили будет знакомиться со своей прабабушкой со своим прадедушка из своей получается внучатой тетей за моя тетя папина сестра встретимся там еще со знакомыми ребятами в общем у нас три дня в москве и все вот так вот плотненько поэтому беру вас с собой буду все показывать рассказывать если вам интересно продолжайте смотреть это видео погнали в москву когда ездишь с ребенком получаешь дополнительные подарочки смотрите какой прелесть нам дали рюкзачок и тут всякие наклейки сидим разбираемся и учим где глазки эмили смотри глазки тронулись поехали у кого первая поездка на поезде кого наклеимся глазки у нас какие-то просто сумасшедшие дни мы уже получается почти месяц в россии у меня написан огромный список дел из которого я успела только сходить к стоматологу и там какие-то документы эмили сделать остальное просто все еще висит нас уже с рабочий режим я только что запустила в instagram по поводу того как я веду финансовое планирование я делала опросы это прямо была победная тема я вижу что вам ребят тоже очень нравится тема инвестиций финансов расскажу вам примерно то что было в посте если кто-то подписан на мой инстаграм спасибо вам большое что вы прочитали у меня каждое начало месяца первое второе число это когда я выплачиваю своей личной команде зарплату ассистентки девочки которые не помогают с ютубом и так далее и в эти же дни я подсчитываю что случилось за месяц даже случилось раньше я просто выписывала список доходов список расходов и смотрел какой результат пару месяцев назад я сделала для себя новую систему как у меня это все работает теперь то есть у меня есть приходы по каким-то пунктам при рекламы на ютубе да но у меня есть менеджер который рекламу продает у нее есть комиссия то есть это вычитается да это один блок второй блок рекламу купили в инстаграме да оттуда вычитается рекламу который я в instagram сама влила до чтобы прорекламировать свой профиль и так далее я стала вот так теперь делить понятно что есть расходы которые ни к чему не отнести там путешествие одежда и так далее и в конце я сделала себе просто автоматическую формулку результат который остается автоматически мне считается что сейчас я 10 процентов вкладываю обратно в рекламу в инстаграм это здесь процентов чистого дохода хочу кстати увеличить эту цифру потому что вижу что экономика сходится мне нравится остальное все распределяется между сберегательными счетами акциями тифами потому что кто получит меня в инстаграме там рассказал про свою новую финансовую цель я сделаю про нее видео на ютубе отдельная а я думаю что следующее как раз видео будет про инвестиции я вижу что вы просите спасибо вам огромное а просто еще раз говорю что я не готова снимать прямо про это постоянно потому что я сама вместе с вами учусь вот и теперь мне очень нравится как выглядит моя структура у меня всегда есть правило что я должна тратить меньше 50 процентов чем зарабатываю да потому что я считаю что 50 процентов должно откладываться ну и в среднем это где-то 30-40 процентов и мне очень нравится что я теперь еще до себя формулка прочитала сколько идет для на сберегательные счета сколько идет более рисковые активы там в акции сейчас как раз конец месяца и у меня активно идут подбивание расходов подсчитывание что все же месяца еще новая команда по ютубу вчера был вебинар круче все очень интересно и так как мы в поездке начала месяца я ни в коем случае не переношу то что будет происходить вот финансовые все вещи я и делаю в дороге спонсором этого выпуска является компания acer и они мне предоставили вот такой вот ноутбук ребят это самый легкий ноутбук который я когда-либо держала в своих руках всем сумасшедшим путешественникам как я которые вот работают отовсюду да в поезде в такси в самолете мне всегда нужен ноутбук потому что я очень люблю именно печатать я не люблю постоянно сидеть телефоне посты и да какие-то вот сейчас я буду работать в табличках мне намного удобнее делать это все на большом экране поэтому всегда ношу с собой ноутбук тяжеленный ноутбук трехкилограммовый ты не повезешь с собой в дорогу а вот такую вот легкую штучку и даже зарядку с собой в салон не брала в самом поездном чемодане лежит потому что его зарядки хватает примерно 10 часов то есть я думаю что может быть него хватит как раз на половину поездки в москву ноутбук чтобы вы понимали весит внимание 890 граммов знаете тонкость ноутбука 9.95 мм то есть это просто произведение искусства знаете я сразу вспоминаю когда я учился в университете я ходила в университет с какой-то огромной бандура и мне приходилось для него брать отдельную сумку для этого ничего конечно отдельно не нужно у него вот такой вот чехольчик и я помню как я надрывала спину я думаю как жалко что в то время не было таких ноутбуков потому что на серьезно ты по транспорту несешься пересаживаешься из метро в автобус и тебе эти килограммы они только улучшают жизнь а вот это вот прям ребята вы понимали экран сенсорный все переключаются по вкладкам вы не представляете как этому быстро привыкаешь я после этого ноутбука начинаю на всех экранах пытаться что-то тыкнуть потому что посмотрите как это удобно смотрите для особых параноиков кто все время камеры завешивать стикерами автоматом прячется вот она вот эта маленькая штучка эта камера и вот так вот и и так опа и все ее нету модель ноутбука называется эйсер свой всем здесь стоит процессор intel core i7 если правильно по-английски говорить 16 гигабайт оперативной памяти 512 гигабайт для хранения ваших медиафайлов но не круто ли для вот такого тончайшего легчайшего устройства ребята в общем если вы ищете ноутбук для путешествий вот я сейчас его одной рукой поднимаю меня рука абсолютно не напрягается эйсер свой всем внизу будет ссылка и промо-код на скидку при покупке ссылка в описании короче ребят мы приехали в москву за час до приезда нашу бронь на airbnb отменили все понимали мы искали эту квартиру две недели чтобы было рядом с кремлем чтобы родителям гулять пока мы по делам носимся чтобы рядом был парк там небольшой парк на во дворе что-то был чтобы лифт что было диван мы нашли квартиру и за час просто ее отменяют мы сейчас стоим на перрончике выбираем куда поехать скорее всего по им на одну ночь в отель потому что вот просто даже на airbnb смотреть не очень хотелось квартиру чтобы мы все вместе были то что в отелях это опять два номера двойная переплата но в общем да скорее всего это будет отель что своем мотель и может быть даже на пару ночей может потом что-то еще возьмем вот так вот бывает мы покушали настроение получше эмили попробовала первый раз лимон сейчас это было так слышно на телефон снимала надо же обязательно ребенку дать провод лимон как не делала сушная реакция это же всем детям дать первый раз попробовать лимончик остаемся на две ночи в хаяте и потом еще будет на две ночи квартира вроде как у нас номера очень удобно мы с родителями чтобы соединены были двери узнаете как две комнаты соединенные сейчас нас планы пойти в магазин купить платье если будет вот потом я нам на вечер забронировала white rabbit мне лёля сказала что это вообще одно из лучших мест она была была в москве год назад и говорит это просто какой-то взрыв вот пойдем туда завтра передачу регины послезавтра едем к регине в гости а потом эмили знакомиться с прабабушкой мы заселились ребята мне кажется сегодня будет влог 33 приключения я сейчас обнаружила что мы американскую карту позавчера взломали и с нее просто типа каждый час списывали амазоновские транзакции по 35 по 37 долларов ну там типа долларов на 500 набежала но в америке классно то что я ее сейчас заблокирую все они мне все вернут но проблема в том что мне же не получить новую карту я же здесь в общем интересный блок ну я вам покажу зато номер мы здесь когда-то были если вы смотрели мои влоги тут невероятная красота и уют это был наш первый отель который мы остановились который был высокого класса тут моя любимая кофемашина мне очень нравится здесь ванна я тихо говорю потому что эмили спит красивая ванна это же мои любимые вкусные и не знаю как правильно говорить я говорю ли лабо но мне в америке гараж лучше лу лабо как-то говорить так далее но это очень вкусно все карта заблокирована транзакции но они меня спросили я точно проверила свой amazon аккаунт точно занимает транзакции грудь точно кину все ладно свидание новую карту мы выслали вот на теперь проблемка то карту выслали на адрес сша и нужно будет ее как-то доставать либо я уже обойдусь на посмотрим кто внимательно смотрит мои влоги вы помните что здесь было три года назад дадим помнишь м айти здесь здесь была встреча тех кто хочет спать на мать и мб и мы естественно были знакомились с студентами после этого я подал заявку в мать и мы ездили на собеседование потом меня поставили white лист и я решила что не отказался творительство и все в нашем случае правильное решение на нам был прикольно в мать и будет все же комьюнити просто технического все я очень надеюсь ребят что это было последнее приключение в этом влоге что сейчас будет просто все интересно красиво и прикольно да мы едем в ресторан мы вижу думаю я вот я работаю вот тут прям рядом и я думаю о том что я хочу дальше куда-то переехать и жить я смотрю на вас и думаю блин все возможно все возможно как круто спасибо огромное меня зовут сим очень приятно спасибо тебе огромное спасибо спасибо очень приятно вам нравится москве очень нравится да мы так приехали я думаю это кто-то влог снимает посмотрите сколько это это типа прикол или это на самом деле столько бороться ну если можно сказали что это кто-то известный посмотрите сколько камер там с ума сойти сейчас подписчики напишут ты что это же мать и что потом коваркинги разрешили работать удаленно или нет москва это город красивых молодых людей в центре очень на центр потому что потому что я говорю что это про москву в общем я начинают люди письма не пропить и не было там не было там ты говоришь поэтому я уточняю вот конкретно где я сейчас было что москва это город красивых молодых людей прямо особенно девушек вау посмотри на это здание а это что это жилой дом это в котором я видела квартиру сюда я пойду если потеряю грин карту если меня туда впустят ресторан входит в топ-50 ресторанов мира на тринадцатом месте вау посмотри вау вот так посмотри как красиво посмотри ханзака все высота раз высотки два высотки три высотка мне кажется это самый красивый стран в которой я была на интересный стенд топ-13 в мире какое значит начинается наше гастрономическое приключение это нам что-то с чем-то как бабушки на новый год когда приходишь рыбка соленькая краб баклажанная так это то что прям все тут рекомендуют сало из кокоса вау как что прям реально сало но ты ешь и понимаешь что это кокос но сало маршруярная кухня то есть это кокос сам ест сало вау у меня ребят мясо с черемахом тесто вы не представляете это такое место я в какой-то сказке какой-то праздник священия нового года вот это вот или какого-то диснеевского мультика все такие нарядные и красивые понимаете 20 лет назад я приезжала в Москву каждое лето потому что я ездила через Москву в Пензу к бабушке и ночной поезд из Санкт-Петербурга в Москву в 6 утра в Москве и потом мы просто переходили через дорогу на Казанский вокзал и по-моему в 6 вечера отходил поезд с Ура в Пензу я целый день сделала на вокзале и я вот смотрела на Москву в столице ну тут я у меня единственный человек который я понимала что в столице это президент и Меладзи я думала вот они тут ездят на своих мерседесах ну мы классно живут и если бы мне тогда сказали что марина ты приедешь будешь жить в центре с семьей ходить по таким местам а встречаться там с ребятами которых ты раньше вот так вот смотрела и думала вау я бы не поверила просто сижу кайфую комплимент дали облепиху что за красота мне кажется Майбахов больше чем в Москве только в Гонконге и все наверное это не факт ну да тут на каждом это и у вас самая классная машина да единственное что с ребенком неудобно а майбах только четырехместных да у него всегда или там есть ну да нет нет только такое нет нет есть есть майбах я видел без перегородки без перегородки наездки взять ну это очень плохо говорите ну да и смысла наверное нет 我也不知道 этим снимают кайфу ゲл asleep есть у меня то и края есть надо приучивать Ребят, мы идем с вами первый раз в ЦУМ Ладно, второй раз А, да, второй раз Я тут покупала бабушке крем на руках Когда-то давно Очень хочется выбрать лук на передаче к Регине, да? Да А что-то непонятно, что давай вот дойдем Потому что они сказали что-то такое И... Но не хочется за 200 тысяч лук на передаче В общем Ничего я не купила в этом В вашем хваленом ЦУМе Я все время просто смотрю, как блогеры ходят в ЦУМ И прямо вот им подбирают там классные луки У меня, к сожалению, классного лука не получилось Хотя я честно хотела Знаете почему? Раз уж мы заговорили про тему финансов Это свет тут так мигает Это даже не камера Мы заговорили раз с вами про тему финансов Значит, мне бухгалтер мой посчитал налоги Я почти, я не знаю, наверное Это самая высокая процентная ставка по налогу 50% Он мне говорит, Марин, нужно вкладываться в бизнес А вложение в бизнес в Америке Это в том числе покупка одежды Он сказал, купи себе какие-то классные луки на блок Почему ты, типа, не купишь что-то подороже Ну вот, я решила, пошла В итоге я купила все луки, знаете где? В Заре 5 тысяч рублей Сипей мой Сипей еще предложил Он говорит, можно купить большую машину Которая идет как грузовик в Америке И ее тоже тогда можно списать Но я на самом деле, у меня есть планы получше У меня есть планы, как вложить это все в бизнес обратно Потому что, ну да, странно платить 50% налогов А в Америке очень много статей, по которым ты легально просто это все списываешь Вот, и я буду там вкладываться и в рекламу И в найм новых ребятушек Одежда Она и в Заре хорошая, правда? Цветной доктор О, цветной доктор у меня в студии Я сейчас хочу знать тебе вопрос Как врачу вот этого цветника У меня практически не растут цветы На самом деле, ошибок у тебя, скорее всего, целая куча Давай Например, часто люди приходят в магазин Хватают растения И приходят с ним домой Очень понравилось, классно Короче, ребят, инсайт Регине говорят вещи, которые надо сказать И она повторяет в режиме реального времени То есть, если мне сложно по суфлеру читать что-либо на видео То она просто повторяет за человеком Вау Я просто сижу, и я попыталась делать так же в голове Но у меня разрыв мозга происходит Так интересно, как все закатывает Сколько народу Визажисты Камерамены Звукари Тут мой сценарий Я Каман Часам покажу Насколько здесь съемок Тут, может, нормально гореть Затяните Сколько людей Во-первых, занято Во-вторых, пожалуйста Шведский стол Ходи, бери, что хочешь Представляете Если бы я блоги вот так вот снимала Человек 10 Съемочной группы Мне сидит человек, говорит Что говорить Я бы перестала угукать в интервью Потому что мне бы подсказывали Что нужно говорить, а что не нужно Это, конечно, очень круто Так профессионально И Регина целый день записывает Целый день Да Мы с тобой Погуляли с Региной С вами Да Думаешь, ты меня или нет Привет Привет Да-да-да, я помню тебя Я Да, твой канал смотрю Прям Мне очень нравится Спасибо огромное Мы только что, пока тебя ждали Сокремен Обсуждали У тебя очень информативные видео Спасибо большое Спасибо, мне приятно Сейчас за телефоном сперю За стены Красиво Как из плечей попала на тебя Мне так нравится, как сделали свет Как будто утро Так это утро же Утро? Очень классно Утро, несмотря на то, что 6 часов вечера У нас будет всегда утро Так все красиво Вау Надыша в Тишину попросили, чтобы он тоже Тебе дома делал Да-да-да, все выставлял Вау Правда, тебе нравится? А камеры все Canon, да? ПД Да, вот пришел человек, который смотрит просто так Да, контент, антенна, какие у вас камеры Какие у вас камеры? Какие у вас, скажи, свет Какой у нас свет? Человек не просто так учился в Нью-Йоркской киноакадемии Вообще-то Вообще-то Вот Да, ребятушки Здесь стоит, значит, микрофон вот здесь Пойдем Пожалуйста Да-да-да-да Сижу, как на диване Хорошо, мне нравится Интересно? Да-да Хи-хи-хи Класс! Это так и надо, так и задать не получается Мне нравится сразу Спасибо Двух ушей Но я на самом деле сейчас понимаю, что есть только Либо ты любишь дело, которое ты делаешь, либо ты его не любишь Если ты не любишь, ты будешь там придумывать, что сейчас я делаю вот это, вот это Там расписание прописывать каждые пять минут Но если ты любишь, ты сядешь и сделаешь, как только у тебя появится свободная минута Класс! 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 Она с девяти до шести снимала гостей для шоу Регина плюс один на пятнице Сейчас она, по-моему, поехала к Владу с Мишей в бассейн И потом она поехала на тренировку на лед Откуда эта энергия? И еще я заметила интересный момент, когда я снимаю видео или когда я к чему-то готовлюсь к вебинару Я предпочитаю сесть и помолчать Ну то есть просто, чтобы вот эту энергию не растерять Регина в перерывы во время съемок врубает песню и начинает петь на всю студию Да! Это удивительно, конечно, насколько разные у людей есть уровни энергии И насколько важно себе отдавать в этом отчет То есть, когда мы только познакомились с Региной И когда мы вместе учились в Лос-Анджелесе Я просто не понимала, как это возможно, то, что надо делать И думаю, я, наверное, не дорабатываю Наверное, надо, ну, так же, на такой же уровень уходить И я попробовала несколько дней, я поняла, что вообще, ну все Я сразу уставшая, у меня сразу интерес потерян Мне не хочется ничего делать Я поняла, что просто такой человек и такой уровень энергии И очень важно, вот особенно, когда мы в гонке В какой-то, да, отдавать себе отчет А кто ты такой? И какой у тебя уровень энергии? Потому что организм обязательно напомнит, какой он у тебя Какими-то болезнями, недосыпами, потерей интереса и так далее И я очень рада, что я это осознала, да Потому что в какой-то момент я думаю, нет, надо тоже выходить на такой уровень А потом поняла, что нет Но я ей прям восхищаюсь, потому что, ну вот, успевать столько проектов И при этом еще проводить время с ребенком, с семьей Это просто вау Эмили едет знакомиться с кем? С Майклом А папа нам вызвал какую машину А Боба нам вызвал какую машину Вот тогда Привет! Привет! Майкл! Привет! Хи-хи-хи! Такой красивый! Скажи привет! Эмили, как ведешь? Привет! Молодец! Привет! Ты такой красивый человек, здравствуй! Скажи привет, друзья! Привет, скажи! Ты стесняешься? Идемте, проходите Надо только губы и ночь целовать, да? Мама! Да-да-да, только мама с папой, только мама с папой Ой, кай, сётя! Да, вообще Пусть не хочет поцеловать меня в рот Ну, поцелуй, знаешь, кого? Давай, уйди и улыбайся. Ты че с ума сон? Скажи, я, конечно, еще маленькая, но я уже понимаю все. Челуй слоненько. Челуй слоненько. Надо мне путь. Луан, дай губок. Коша, ты как жизнь изменилась с прошлого влога. Да. Это точно. Реально. Обалдеть. Мы ждем сейчас Александру Спилберг и... И Стива. Парула Гура. На завтрак и потом мы отчаливаем в Москве, в Санкт-Петербург обратно. Место изменит это тем, что сюда традиционно приходится после бессонной ночи в клубах. И типа завтраки в Пушкине, это вот... Ну, еще парочка моментов, которые я не буду озвучивать. Я не знаю. Два месяца в Москве. Да. Твоя реакция? Окей, в Соединенных Штатах, мы имеем эту пинтерскую культуру, в том, что все девушки идут и они инспираются с трендами и что-то круто. И что-то интересное тренд сейчас, что-то очень интересное тренд, что-то много планы. И люди живут в больших городах, и они получают все эти планы и поставят их в их апартаменте. Но в России, вы все делаете это совершенно неизвестно. Это был тренд forever, да? Нет, это неизвестно. О, окей. В России, вместо того, чтобы... Спасибо. Вместо того, чтобы привести планы в ваш дом, они привести домы в мировую зеленую. Это как-то концепт! Три вещи, что ты не забываешь о США. Три вещи, что я не забываю о США. Дарвин. О, да. Сискар. Моя семья. И что с культурами? Что с культурами? Что с культурами? Ин-Н-Аут-Бургер Speaking English РБФ РБФ Рестинг Оооо Всего всегда нахуй Для какой-то причины До того, как ты скажешь «хи» или «вэйв» Они просто... Скучаешь по Америке? Скучаю, но мне кажется Сейчас это не то место, в котором нужно находиться Безусловно Очень неспокойно Даже болит душа, потому что смотришь те же улицы Где ты раньше жил, находился Ходил на шоппинг И протесты, которые происходили Протесты Сложное переводимое слово Ну грустно, что так неспокойно сейчас Лучше переждать Ну да, вы поедете в октябре, да? Я надеюсь, да Москва – это место, где находится все блогеры Мне кажется, столько блогеров И социальный лифт реально, да? Блогинг в России Единственный Ну я думаю, что не единственный, но один из лучших Ну это все блогинг Все равно стендап через блогинг Короче, да, потому что ты заводишь канал на ютубе Заводишь инстаграм Заводишь еще что-то, это реально и поднимаешься И зарабатываешь Я думаю, что пять лет назад еще даже Это не было настолько развито И сейчас это новая профессия И прикольно, что в Америке Ну типа я думала, почему в Америке не так серьезно к блогингу относятся Просто в Америке других много стайных лифтов Типа если ты идешь, ну работай там врачом Ты, наверное, настолько уже в этом во всем Что ты не будешь думать о как-то там еще блог А в России ты просто понимаешь Что это настолько другое стайло Да, что многие люди пытаются это делать Да, это, конечно, удивительно И поэтому в России блогинг на самом топовом уровне Если раньше чему-то разучилась у американцев То сейчас, мне кажется, всему миру надо учиться блогингу в России Понятно, что блогинг в России Немножечко напоминает дикий запад Потому что это единственная страна, в которой можно Накручивать лайки, подписчиков, устраивать гивы И как бы тебе ничего за это не будет Ну то есть это, знаешь, вот Ты можешь идти по этой дороге И становиться успешным Можешь выбрать другую Но вот в Америке, мне кажется, ты не можешь просто взять Типа я поплю сегодня 10 тысяч лайков и нормально Типа разыграю гелик В итоге никому его не подарю Они дарят, да? Такое есть? Ну в смысле в Америке не разыгрывают вообще почти ничего А по крайней мере те блогеры, за которыми я слежу Да, вот самые топовые в Америке С огромными цифрами подписчиков, да, и заработка Они как бы, они гораздо более чистые Если ты по большим человекам Они не делают ничего для роста Ты даже не ожидаешь от них, что они будут участвовать в гиве Да, или там что-то такое делать Они просто пилят контент Просто успешно в этом Поэтому, да Есть как плюсы, так и минусы Я же что-то подумала В Америке блогеры, которые стали популярными Они стали популярны именно на креативе Визуал, видео и так далее У нас очень популярны блогеры-эксперты То есть, например, если ты преподаешь Ну, там, английский, грубо говоря, в Инстаграме Ты не можешь выиграть за счет того, что ты красиво make делаешь Потому что надо экспертный контент в тексте создавать Ты знаешь, в чем проблема? Мне кажется, если мы не берем английский язык А берем что-нибудь типа там Nutritionist, да? Нутерциолог Вот я на это попалась У нас человек может сказать Типа, у меня будет 100 тысяч подписчиков И я буду вам советовать, как вам худеть Приводить себя в форму Без сертификата Да, вообще без какого-нибудь В Америке не проказать вообще В Америке не проказать вообще В Америке не проказать вообще Поэтому там такого нету Почему я говорю, что это дикий запад? Потому что я могу сказать Знаете, что я научу вас Как-то быть самым неизвестным блогером в мире, понимаешь? Начать все продавать И кто-то будет верить и это покупать Угу Но я согласна по поводу профессии, да, что люди типа не врач Но я сейчас вам тут напишу, как вам лечиться Ну да Ой, интересно Но суть в том, что Многие уже фишки, мне кажется, надо американцам учить у русских Вчера был у нас личный день, я почти не снимала, но вчера мы встречались с Ирой Very Eerie И Эмили с ней познакомилась И представьте, какого-то удивительного сечения обстоятельств Рядом с нами сидела Индика, Гохи, тоже моя знакомая И мы познакомили Эмили со всеми Кто это? Эмили Это такой пироженький Привет, да, моя умница Привет Можно тебя потрогать чуть-чуть, капельку можно? Привет, какие хорошие девочки у меня И Ира Малышка А Ира тебя еще в животике трогала Привет Привет, Ира Эмили Привет 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 всем Какая красивая девочка Ты такая красивая красотка Очень красивая Ты кого такая блондиночка? Наверное, папу Скажи, я в Турции была, выгорела Она такая доктор-блондия Слушай, ты такая модница Ты такая модница Ирина, такая красотка Вообще Спасибо Мне кажется, что те сторис, в которых есть Эмили Эмили, априори, просматриваются больше не в обиде Я Ире только что говорила, да, что у меня типа пост Пост с Эмили 70 тиш лайков, а пост без Эмили 30 тиш лайков Ну как бы ты поняла себя Да, да, да С Ирой, кстати, вчера обсудили важный момент Она сказала такую вещь, что типа, ну, да, очевидно, есть вещи, которые нам нужно делать И есть вещи, которые мы хотим делать И если мы фокусируемся только на тех вещах, которые мы хотим делать, то у нас, в принципе, жизнь намного счастливее, да? И у меня из-за этого меня часто спрашивают, там, про мотивацию, планирование и так далее И вот я поняла для себя, что, да, существует много способов планирования времени, там, помодоры Расписать, там, каждое дело на каждые пять минут и так далее Я заметила, что я прибегаю к этим ко всем способам только тогда, когда я начинаю делать дело, которое мне не нравится Потому что, если мне что-то нравится, и если у меня есть два свободных часа, я просто уйду с головой в это дело И забуду, что вообще нужно куда-то выходить и делать какие-то другие вещи Потому что это вот действительно, когда ты находишься в потоке, занимаешься тем, что тебе нравится Тебе не нужны все эти методики планирования И когда я вижу человека, там, сначала с предпринимателем, который рассказывал, что У меня расписаны каждые пять минут, у меня вот тут вот это, вот тут это, здесь вот такая вот табличка, здесь вот такая Здесь я вот так все веду, не дай бог у меня непродуктивная минута Мне кажется, что он просто забил себя делами, которые он не должен делать И что он должен, там, половину делегировать, какие-то ситуации отпустить Но это же просто креативность убивает полностью Я считаю, что предпринимательство это про креативность, про то, что ты видишь нестандартные пути и нетривиально мыслишь И мои все методы планирования, это гугл календарь, понятно, есть дела, которые в определенное время происходят И про них не надо забывать И сейчас у меня просто заметка, в которой я списком пишу дела Периодически я их разбиваю на дни, типа вот это у меня среда, вот это четверг, вот это пятница и отмечаю то, что сделано Все, никаких там графичков, помодоров, таймеров и так далее Я уже от них отошла года два, вот как книгу дописала, и я от этого отошла, потому что я поняла, что мне это не нужно И что дела, которые я действительно хочу сделать, я их в итоге сделаю Ребят, короче, рассказываю лайфхак Пицца-хат в России намного вкуснее пицца-хат в США И каждый раз, когда мы едем из Москвы, каждый раз, я говорю, это мы второй раз, да? Мы едем из Москвы в Питер и берем с собой гавайскую пиццу среднюю Это так вкусно Я не знаю, почему, видимо, здесь чуть-чуть получше продукты у фастфуда Может быть, какая-то адаптация на Россию, но пицца тут просто нереальная И сейчас мы будем в Сапсане наслаждаться пиццей и спецопарной В Сапсане, когда едешь из Москвы в Санкт-Петербург, есть кабинка, которая примыкает к кабине машиниста И на некоторых участках они это окно делают прозрачным И ты видишь все, что происходит, это так круто Смотрите Ой, я думала, что они ничего не нажимают, но постоянно нажимают какие-то кнопочки, что-то происходит, гудит Люди стоят Мне кажется, это бесконечно можно смотреть Красота Ой, 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 смотрите Человек просто еле успел На велосипеде перебирался через пути Он ему гудел, 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 он дает А он тормозить даже начал Нам рассказывали пилоты коммерческих авиалиний, что там настолько все на автопилоте, что они едут и смотрят сериалы Ну, типа, один смотрит сериал, другой контролирует приборы, и вот так они меняются, потому что делать ничего не нужно Особенно на Трансатлантике, он просто самолет летит по автопилоту А я смотрю, что когда ты водитель поезда, тебе нужно мониторить, потому что мы сейчас ехали просто на отрезке, наверное, человек десять людей Пытался перебежать дорогу, и он им постоянно гудел, ну, перебежать пути, и он им постоянно гудел, чтобы они не бегали И, блин, реально, наверное, такой стресс Вот сейчас человек просто стоял на путях с велосипедом И ушел только, когда поезд начал гудеть и тормозить Ох, ну все, мы дома Сейчас вторник, остался кусок рабочей недели, который у меня просто будет заполнен вот так вот Потому что мне нужно доснять видео на Lingua Marina на ссылку on Valley Girl, потому что мои запасы калифорнийские истекли А из-за того, что здесь дома я не могу снимать, у нас не очень большая квартира, и вы видите, у нас здесь что происходит Вот такие всякие детские игрища И если раньше в Калифорнии мы были в доме, я там могла уединиться, я не могла пойти во двор, я там спокойно снимала То здесь это съем студии несколько часов с оператором, потому что в студии в Питерской постоянно меняется свет И либо надо кучу софитов, либо просто следить за тем, что происходит на улице В общем, есть свои нюансы На этой неделе мы снимаем документалку про Lingua Trip, про то, как все создавалось с походом в места, где Дима встретил CTO С походами в места, где мы снимали стол То есть будет такая прямо наша история И мы будем показывать его во время Lingua Fest, который состоится в конце сентября Я выступаю на самой большой конференции по YouTube в Америке Точнее, видеомаркетинг Это конференция называется, мне нужно сесть подготовить презентацию Нам нужно в Lingua Trip и пару моментов В общем, короче, у меня сейчас голова просто взрыв Мне еще нужно разобраться с этими вот картами Мне уже начали возвращать, уже банк большую часть украденных денег вернул Вот, но там еще успели 6 пройти транзакций до того, как я заблокировала карту В общем, по ним разобраться Разобраться с налоговой американской, потому что я забыла подать одну форму Забыла и просрочила на год И, представляете, они мне простили Вот, там должен был быть штраф и другая система налогообложения Но они мне в итоге все простили Нужно отправить Короче, куча каких-то мелких дел, которые нужно делать Вот, поэтому я отчаливаю работать Вам всем желаю продуктивного дня, продуктивной недели И следующее видео Буду показывать свой портфель инвестиционный Поэтому подписывайтесь на канал Чтобы не пропустить, ставьте колокольчики и уведомления Чтобы то видео попало к вам в ленту До скорых встреч! Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok